На 10-м Красноярском экономическом форуме подписано 11-е соглашение между СУЭК и правительством края. Мы должны сейчас толкнуть страну, сделать следующий шаг к преуспению, к нашему благополучию. На центральном пленарном заседании 10-го экономического форума ведущие специалисты страны, политики, ученые и бизнесмены. Здесь разрабатывается стратегическая программа развития Сибири и страны в целом. Особое внимание уделяется частно-государственному партнерству. Необходимо активно использовать потенциал государственно-частного партнерства. Мы завершаем подготовку изменений в нормативную базу, которая предусматривает возможность финансирования создания объектов инфраструктуры за счет инвестора. Ярким примером частно-государственного партнерства в Красноярском крае является социальная деятельность СУЭК, генеральный директор которой Владимир Рашевский принял активное участие в работе пленарного заседания. За последнее десятилетие компания направила на социальное развитие края порядка 700 миллионов рублей. Сейчас угольщики готовятся к новому этапу сотрудничества с регионом. На форуме подписано 11-е соглашение между СУЭК и правительством края. Мы стараемся фокусироваться на проектах, которые позволяют развивать социальную среду городов. Нашего присутствия в Бородино, Назарово, Шарыпово, Рыбинский район, Назаровский район. Это проекты строительства детских площадок, спортивных площадок. Мы помогаем медицинским учреждениям, мы развиваем дома культуры. Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов отметил, что регионы в современном мире должны конкурировать за людей. И задача власти создавать жителям максимально комфортные условия для жизни. Участие бизнеса в реализации государственных проектов неоценимо. Для нас основной вызов, и уже сейчас это везде звучит, человеческий капитал и конкуренция за него. И мы сможем только тогда держать победу в этой конкуренции, когда мы действительно изменим свое отношение к этому термину, к качеству жизни. Снижать темп по внедрению социальных программ СУЭК не собирается. В 2013 году на территории края компания реализует около 50 социально значимых проектов, направив на эти цели 53 миллиона рублей. Надежда Сементьяева, Андрей Шалаков, Новости.